На связи журналист крымского, крымско-татарского телеканала АТР Айдер Муждабаев. Айдер, приветствую тебя. Привет. Айдер, ну разумеется, начинаем с событий в Дагестане, Махачкале и Дербенте. Сегодня утром завершилась контртеррористическая операция, начатая накануне после нападения боевиков на храмы, синагоги и полицейских. По последним данным, при нападении погибли 19 человек, 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо мирных жителей. Давайте увидим кратко хронологию событий. ИГИЛ-К, так называемая ИГИЛ-К, выпустила заявление в связи с этими терактами. В нем сказано, что наши братья из Кавказа дали знать, что они еще сильны, они показали, на что они способны. Как отвечает американский институт изучения войны, в заявлении Вилаяд Хорасан, не говорится о причастности ячейки к терактам, а упоминание Кавказа наводит на мысль, что ответственность за нападение лежит на Вилаяде Кавказа, делении исламского государства на Северном Кавказе. Айдер, ну что, стоит ожидать, что и в этот раз во всем обвинят украинцев? Ну, конечно, но это уже не важно, потому что очевидно, что Россия начинает трещать по швам. Это пока такие трещинки, которые там некоторым кажется, ну, мало ли там, ободрался там, не знаю, шипом розы там, где-то немножко подскользнулся. Потом это будет иметь посредствия очень быстрые. И это только самое-самое начало. И вот это, и все остальное прочее. Потому что в России это страна ненависти, там все ненавидят всех. И эта ненависть рано или поздно, она ударит в спину. Как бы они там не строили с себя единую нацию, там, единый рейх, лайнфольк там и так далее, ничего не получится, потому что очень много там негатива, очень много. Сейчас еще и больше оружия станет, ну, вот, и, как бы, этот рейх, он, в принципе, прилепререченный, приговоренный к развалу. Вот, и то, что снова я услышал, вот, ну, наверное, тоже резануло ухо, да, КТО. Я уже забыл, как это называется. Я последний раз это контртеррористическая операция слышал, бог знает когда. Вот, потом же они запретили все эти слова. Вот, а сейчас опять, надо же, как быстро все возвращается, опять КТО. Кто бы мог подумать, КТО бы мог подумать, что так случится. А, Вера, а чем ты связываешь такую вот, опять, может быть, это, не знаю, через твои случайности, Кропу, Сити-Хол, сейчас Дагестан, ты считаешь, ну, окей, да, мы констатируем, что Россия трещит по швам, но вообще с чем ты все-таки связываешь активизацию этих экстремистских исламских элементов именно сейчас? А чем они более экстремистские, чем власть в Российской Федерации? Это одни террористы воюют с другими, или одни террористы работают у других, или этих террористов подкупают через третьих террористов. Нет никакой разницы. Это просто такой, знаешь, бульон, в котором вроде как все разные, но на самом деле все одинаковые. И вот эти террористы, которые там с именем Бога там кого-то режут, убивают, да, эти ветераны, ветераны СВО, которые там с именем, я не знаю, какой-нибудь матери режут, убивают, да, это все равно, это по большому счету значения не имеет. Конечно, мы же не можем сказать с тобой, кто организовал это все, ну, до конца, и кто стоит за этим велоятом КА, там, и за этими всеми вещами. Это и не надо нам сейчас выяснять. Это пусть разведка американская, украинская, наша, ну, в нашем смысле, украинская там выясняет, не знаю, кто может выяснять, британская и так далее. Вот, мы можем видеть факт, мы можем видеть факт, что нам это выгодно. А сейчас я вот просто смотрю на все с украинской точки зрения. Выгодно нам это, да, очень. Вот, типа, жалко, жалко людей. Вы знаете, не жалко, потому что, ну, для меня люди, которые спокойнее, живут в Рейхе, они не представляют для меня никакой ни моральной, ни гуманитарной ценности. Ну, был, был, всплыл, как бы раб, он уже никто не считает. Он просто вычеркивает из ведомости, и все. И то, что там в Крыму, ахахах, там погибли дети, ну, конечно, если ты привез ребенка под бомбами, ну, наверное, есть шанс, что погибнет ребенок, да? Ну, вот, поэтому ты отвечаешь за своего ребенка. Если ты сам балбес, идиот, оккупанты, кретин, рашист, ну, значит, вот, бывает, может быть и такое. Поэтому никаких этих соплей, никаких этих жалостей, что там кого-то там зарезало, это просто зверинца, в самом настоящем таком зверинце, где озлоблены звери, они просто грызут друг друга. И тот самый православный, там, не знаю, кто он там, даже не интересовался, или кто там еще, они все в этой системе зла. И синагогу сожгли там, да? Да, синагогу и церковь православную. Да, ну, как бы, а теперь просто представьте себе, синагога принадлежит организации, которая возглавляет какой-нибудь Берлазар, да, или какой-нибудь Борода. Это путинские раввины. Кто они такие? Они пособники войны. Они прямые адепты геноцида украинцев, они этого вообще не скрывают, и так далее. Кто у нас православные священники в рейхе? Это адепты войны, которые благословляют на войну, ну, вот, в отличие от раввинов, они еще и водой, значит, прыскают на боеголовки и на головы этих ублюдков, да? А кто такие у нас протестантские конфессии в рейхе? А это те, кто с протестантскими проповедями выступает за войну. А кто у нас в рейхе Кришнаит? В этом я специально недавно делал программу, там, на канале АТР, интервью про украинского Кришнаита, настоящего, который воюет, который гражданин, нормальный человек, верующий. Но все его почти саверники из России, они все же за войну, они же все там, вставая страна огромная, да? Как говорится, Харе Кришна, Харе Раша. Вот. И все остальные прочие. Нет никакого разницы, что они там жгут, что кого они там режут и так далее. Персонально там какие-то родственники могут там их жалеть, но если вы там находитесь, не ждите ничего другого. Если вы оттуда не эвакуируетесь, вас могут зарезать в любой момент. Я предупреждал об этом, после вот, когда они искали евреев в двигателе, я записал видео, можно посмотреть на моем канале. Евреи, уезжайте. Если вы просто евреи, а не агенты ФСБ, да, и так далее, тогда это может быть внутривидовая конкуренция, это может быть, я не знаю, местные менты, там тем более замглавы района или глава района у них кто-то там, сын его там среди этих, да, боевиков типа был. Вот. А кто там подтвердит, что может быть за этими боевиками местные менты стоят. И это у них такие вот, я вообще может все что угодно предположить такой дикой стране, как русский рейд, да. Поэтому, друзья, вот это, какие друзья, кто мне друзья. Ну, короче, люди, анти-люди, вы все находитесь вот сейчас, от вашего места на шахматной доске человечества, зависит ваша судьба. Если вы заняли место по ту сторону, если вы на стороне, там, условно говоря, черных, да, вот, таких черных сил, имею в виду, то тогда все, тогда ждите что угодно, и камни с неба, и резню в храме, и пожар в синагоге. Вы решили стать частью этого всего. Я слышал миллион объяснений разных религиозных организаций, почему они вынуждены стать частью рейха. Я слышал по попу, уже вообще немерено там, протестантов слышал, католические священники ходят на заседании к Путину и, значит, сидят в одном ряду со всеми этими кириллами и так далее. И ничего, ну, по-римски, мы же знаем, кто такой, да? Вот. И эти раввины тоже самое, они все оправдывают свою работу там. Это одна из таких фишек, вот конкретно, что касается вот этих продажных путинских раввинов, они все одно и то же говорят. У нас в стране 70 тысяч прикованных к постелям, жертв Холокоста, мы не можем их одиноких, стариков оставить. Во-первых, никто их не видел, никаких этих 70 тысяч. Потом эти 70 тысяч, что в России, что в Украине, или одну и ту же цифру называют, почему-то, я несколько интервью слышал, а чего не 75, или может быть 7, или может быть 5 тысяч, да? И вот они под этим соусом, они там остаются. Нормальных раввинов оттуда 200 человек Путин выгнал, вот за свое правление. Он оставляет только тех, которые умеют пилить деньги, умеют подчиняться, брать под козырек ФСБ, вот, поэтому завел синагогу в аду, она сгорит в аду, и никакого там Бога никогда, даже по субботам не будет, и ни в этих храмах никакого там не будет, ни совести, ни святости, ничего. Просто все, это все вы в публичном доме. Раздевайтесь, ложитесь, и что с вами сделают, зависит от желания клиента. Вот клиент пожелал перерезать горло, клиент пожелал лжечь. Ну вот так, вы живете в рейхе, это такая, накладывает на вас отпечаток. Айдар, ты сказал, что это будет и есть на руку Украине, тем не менее, мы видим, что вот сегодня удары по Одессе, удары по Покровску и так далее, Путин каждый раз, наоборот, закручивает гальки и еще больше кошмарит и гражданское население, хотя бы, чтобы отвлечь от этого, но если он напрямую в этот раз не обвинит украинцев, потому что, в принципе, и первый раз эти объявления, но это было куром на смех, я так подозреваю, что даже глубинный народ не настолько еще тупой, чтобы в это поверить, и я думаю, что они все-таки 7 раз отмерят перед тем, как отрезать и в очередной раз обвинить украинцев. Так или иначе, вот он видит войну в Украине как то, на что можно будет списать абсолютно все, все ляпсусы, которые происходят сейчас с внутренней ситуацией и вот этим обострением, которое мы видим среди экстремистских, исламистских элементов. Да я вообще говорю, мне даже интересно их называть исламистами или не исламистами. Это просто грязь человечества. Они всю грязь подняли со дна. Они всю грязь, ими вдохновились все подонки мира. И, конечно же, и внутри у них эти подонки есть. Я почему говорю нам это на руку? Это просто чисто практически на руку. Чем там больше розборота, чем там больше воруют, чем там больше убивают, чем там больше террора друг друга они устраивают, тем оно и лучше. По нам они будут бить все равно. Это никак не связано, никак не зависит от этого всего. Ты зря про глубинный народ. Глубинный народ поверил, что Украина это была, даже не сомневайся. Но опять от него глубинного народа тоже уже ничего не зависит и никогда ничего не зависит. В том плане, что они же, как рабы, они же отдали ему всю власть. И они все, оцарю видней. А дальше он делает все, что хочет. То есть вот русский человек, он как бы отказывается от себя один раз, но он всегда. А обычно при рождении. Это бывает, но бывает и в процессе жизнедеятельности. Он был такой, не либерал или кто-то, потом раз лег под Путина и все. А потом раз опять восстал и сказал, что ты снова либерал. Нет, чувак, иди обратно под Путина. Это все выкормишь рейх. Поэтому будем смотреть, что дальше. Но тут ума особого не надо, чтобы предположить, что сам виной Кавказ именно Кавказ. И, наверное, ты лучше меня знаешь. Этот регион, что именно там и будет полыхать. И слава богу, и заслужили они все этого. Айдер, ну вот да, по поводу того, что произошло вчера, 23-го в Крымском Севастополе, в твоем родном полуострове, прогремели несколько взрывов. Губернатор заявил о сбитии пяти воздушных целей в небе над акваторией. Обломки упали в нескольких районах города. Погибли четыре человека. Друзья, у нас есть вроде бы даже, давайте покажем кадры, видео с этого, с пляжа. Вот вы видите, как это происходило. 153 получили ранения. Минобороны Российской Федерации заявили, что удар наносился ракетами, а так им сын назвал это террористическим актом. В традиционном утреннем разговоре с медиа Песков заявил, что ракеты наводятся не Украиной. И посоветовал журналистам задать вопрос прихотерям западных лидеров, зачем их правительство убивают российских детей. Давайте услышим. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе неоднократно рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, что это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее. Это все прекрасно понятно. Кстати, здесь можно, наверное, обратиться обратиться вот вам, как представителям СМИ. Просто спрашивайте, просто спрашивайте у моих коллег в Европе, прежде всего в Вашингтоне, у пресс-секретарей. Зачем их правительство убивают российских детей? Ну, знаешь, я даже конкретного вопроса не задать не буду. У тебя есть какие-то вообще комментарии по поводу этого вот у Пескова? Что за линия такая, они избрали? То есть, понятно, что они пытаются сейчас во всех смертных грехах обвинять американцев. Они вообще отказывают украинцам в субъектности при принятии подобных решений. Просто напомню, что ГУР вчера или сегодня заявила, что, а какие пляжи, о чем вы говорите, в Крыму не должны и нет пляжей, нет курортных зон. Крым, это, собственно, место проведения войны. То есть, это абсолютно законная, весь полуостров, законная военная цель. Ну, тут все что-то комментировать. Это бандит бьет на жалость. Вот и все. Не трогайте, я тут ни при чем, товарищ следователь. Я вообще тут вот, значит, номерок вот случайно схватил чужую шубу. Я вот, у меня дети тут вот. Это обычное узкое поведение. Вот. Просто на таком вот уровне, на уровне высочайшего цинизма. Но тут ничего опять нового нет. Никто уже, конечно, ни у кого спрашивать ничего не будет, потому что миру все понятно и с ними, и с их действиями. Но на этом видео в Севастополе, так называемом, я вообще не увидел людей, ни одного. Потому что люди на войне, на оккупированной территории как бы не приезжают, чтобы поссать в море. Да, вот как они все любят. Поэтому приехал, приехал в Магадан, из Магадана в море пописать. Ну, все. Ну вот, случилось то, что случилось. Приехал я откуда-то, пожалуйста, получайте. Вообще, это такое стадо, стадо абсолютно ублюдочных антилюдей, которые еще на что-то жалуются. Я не знаю, это свои жители, спасибо, что как бы прямо-прямо не прилетело туда, прямо в вас. Вот, что ваши там защитнички, вот эти террористы, что они сбили немножко не точно. Они хотели, они так, я понимаю, там осколки, обломки ракет, но они все-таки там как-то что-то пытаются сбить. Но в другой раз они могут прямо над пляжем сбить, и тогда будет тысяча погибших, например. Вот, или там 200, там 300. Смотри, какая ракета, смотря куда она упадет, смотря, смотря и так далее. Поэтому отдыхать в зоне боевых действий это личный выбор дебила. Вот, население, может быть, может быть, такие вот факты из жизни дебилов, они помогают человечеству дальше существовать, потому что, если бы дебилы, поведение дебилов всегда было не наказуемым, то тогда, наверное, они бы правили этим миром, и мы давно бы уже навернули его. Вот, а так вот, вот они так себя ведут. Ну, и туда, и дорога, что-то такого. Приехал отдыхать на чужую землю, ну, отдохнул, все, поехал в свою, закопали, забыли. Айдер, ну, и вот, если мы говорим про 23-24, вот, ровно год назад, 23 по 24 июня, создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин совершил мятеж, его наемники заняли Ростов-на-Дону, прошли Воронежскую и Липецкую области и почти дошли до Москвы. Бунт Пригожина выявил слабость путинской системы. Силовой аппарат продемонстрировал свое полное бессилие перед мятежом группировки наемников. Ну, собственно, Айдер, ты знаешь, я не знаю, был ли ты в числе тех наших респондентов, гостей наших эфиров тогда, которые говорили, что вот этот бунт показал просто ахиллесовое пятно режима, потому что продемонстрировал, что, во-первых, народной любви нет. ты помнишь, как пригожинские танки встречались с цветами, в отличие от того, как Путин надеялся, это будет происходить в Киеве через неделю после вторжения. С другой стороны, учитывая, как был убит Пригожин два месяца спустя, так показательно весь мир с размахом, с таким, знаешь, широкой русской души, многими интерпретировался, как все-таки попытка и успешная Путина укрепиться и использовать этот момент слабости, чтобы укрепиться еще больше и стать еще сильнее. Вот как ты думал тогда, как изменилось твое ощущение по этому поводу сейчас? Ну, у меня, в принципе, извилины как-то работают, поэтому я, в отличие от Хараковского, не призывал там всех идти за пригожином, я понимал, что он всех кинет в итоге, что в итоге просто он ждет звонка от хозяина, и хозяин даже не сам, наверное, позвонил через Лукашенко, сказал, ты, щенок, ты вообще там Рамсы попутал, ты такой, ой, батя попутал, Рамсы, извини, да, и я в этих людей, в этот сорт людей я не верю, это все бандиты, они ломаются на первом повороте, когда, ну, когда надо им, они не люди слова, не люди чести, вот, поэтому, поэтому ничего и не получилось и не могло получиться. Он обычный путинский раб, Путин просто его потом для развлечений убил, вот, и этого Лысого еще убил, вот, поэтому нормально, как бы нормальная жизнь раба, поэтому ничего там не могло бы, не могло быть, я в этих мятежей не верю, гипотетически, наверное, он мог бы взять еще пару городов, а может быть, гипотетически, он мог бы взять и Москву, но это должен был быть не он, это должен был быть человек, которого звонком от Лукашенко, спать в люлечку не отправишь, да, а этот мятеж был, еще, я хочу поговорить, я хочу поговорить с главным, мне не дают поговорить с главным, все вокруг плохие, царь хороший, дайте мне, дайте мне упасть в ноги царю, ну, дали упал в ноги, все, лежи, закопали. Ты знаешь, что интересно, вот сейчас Медуза, я знаю, ты не особо любишь это издание, тем не менее, вот они опубликовали интересную такую статью, интервью с экспертом, это политолог из Хельсинки, сейчас она базируется там, было исследование социолога Захарова и его коллега из Левада-центра Висконсинского университета Милокии, который проводит такие омнибусы, как это называется, раз в месяц, и вот один из таких омнибусов как раз пришел на Пригожинский мятеж. Случился незапланированный эксперимент, когда часть из Падетов опросили до мятежа, а часть после него. И статья с этим исследованием была опубликована менее чем месяц назад, и короче, авторы пришли к выводу, что мятеж Пригожина почти не произвел эффекта на настроение россиян, все его быстро забыли. Более того, всего за несколько дней образ Пригожина в глазах людей сменился с образом военного героя на тролля. Это говорит нам о том, насколько эффективно пропаганда. Я согласен. Я абсолютно согласен. Нечего добавить даже. Потому что вообще рабы забывают убитых рабов сразу. Умри ты сегодня, я завтра. Вот он вчера умер, его уже нет. Все. Он отсутствует как сущность этот Пригожин. Они его забыли, потому что он слабый стал, ну то есть мертвый стал. И все. Когда Путин слабый и мертвый станет, они его забудут на следующий день и будут ссать на его могилы, срать. Это обычное поведение рабов. Поэтому я на него и не рассчитывал на этот мятеж. Я знал, что они друг другу все предадут враги. И кинут, и лягут под ноги своему фюреру. Это все понятно. Это ситуация пока вот, она не назрела еще до такой степени. И Путин, конечно, укрепился. Конечно, укрепился. Он показал, что против него никто не может. Против него он просто там дунул, плюнул, и они все разбежались. Он потом их казнил. Сказал, ну кто следующий? И в зубах ковыряется. Навальный, минус эти, минус. Кто еще хочет Россию реформировать, армию укрепить? Ну-ка, заходите. А то у меня тут для буйных как бы есть развлечение. Айдера, ну а если мы говорим в конце нашей беседы все-таки международную составляющую, и возвращаясь к теме вот такого аутрича, дальневосточной дипломатии, сближения с идеями Чучхе в Северной Корее и так далее, вот уже масса мемов и мемасиков на эту тему, как Путин просто унижается, причем сексуально унижается перед Кимом. А вот как ты считаешь, эта поездка была, это был такой вот крик отчаяния, или это очень серьезный сигнал Западу? Как ты считаешь, укрепился ли Путин вот на этом направлении в результате своего визита и этих всех договоренностей, которые он подписал, и заявлений, которые они вместе сделали? Ну, тут две, как бы, две, два аргумента. Первое, ну, если это визит отчаяния, а давайте президент Украины тоже совершит так, визитов пять отчаяния, такого уровня, что вы дали по полтора, по полутора, до пяти миллионов снарядов. Вот просто давайте, вот назовем это визитом отчаяния, и Владимир Зеленский привезет в Украину 10-10 миллионов снарядов. Вот прям несколько визитов, и совсем не будет у нас никакого отчаяния после этого, потому что ей будут снаряды. Поэтому называть это визитом отчаяния можно только стратегически, тактически, это его огромный плюс, и это же хаб неконтролируемый, там и китайцы могут давать через них, делая вид, что они ничего не делают, они этим занимаются с первого дня, это для них такое, ну, просто маска такая, КНДР это маска. Все довольны, все смеются, все за всем зашибись, но есть одно, одно но, стратегически, конечно, Путин совершил ужасную ошибку, ну, как ужасную, он ее не мог не совершить, вот пока он туда не ездил, пока он официальных договоров не подписывал, как бы, Южная Корея смотрела на это так, ну, все все понимают, как бы, ну, ладно, а тут он приехал и прям вот, грубо говоря, хрен достал и помахал перед южнокорейцами, что они будут там помогать этим варварам на севере и так далее, и так далее, но южнокорейцы поняли, они как бы не просили хреном махать перед глазами, да, закопай свой хрен обратно в русскую землю, да, и сиди спокойно, вот, ну, нет, пришел грязным хреном и помахал, но теперь Корея будет думать, что делать в ответ на это, то есть, он демонстрирует, Путин главный враг Путина, более последовательного врага у него и у так называемой России нет, потому что он последовательно дает, заставляет Запад реагировать, Запад вообще бы не шевелился ни разу, да, но Путин так ведет свою политику и так им демонстрирует свое презрение угрозы, потому что, ну, его же даже боятся назвать государством спонсором терроризма, это всего лишь опять резолюцию, там, в Сенат внесли, опять ее не примут, будут там, боятся эскалации, до последнего момента, Аким признанный террорист, все знают, что он террорист, да еще и атомные бомбы размахиваются, да, все, эти два террориста слились, значит, как бы, Путин все ближе к тому, что он просто, его, конечно, тоже признают террористом, он и до этого добьется, и этого добьется, и Россия будет в статусе террористической страны, как бы ни не хотели этого, деэскалаторы западные, он сделает все, чтобы эскалировать, как надо, потому что это Путин, когда говорят про мир, я все время говорю, Путина спросить забыли, а вот это ему невыгодно, я говорю, вы спрашивали у Путина, вы что-то в этом понимаете, да, поэтому вот такая вот история, тактически это огромный путинский плюс, конечно, но это еще больше снарядов, еще больше бомб, чтобы убивать у нас людей в Украине, это же понятно, что тут хорошего, вот, поэтому такие хихонькие, особенно страны украинских обозревателей, я не воспринимаю как норму, вот, это так же, так же глупо, и так же неуместно, как сейчас там говорить, перемога, мы футбол перемогли, какая перемога, какой футбол, при чем тут футбол, вообще слово перемога, футбол использовать сейчас, или как, извини, при всем уважении к Виталию Польникову, не про него сейчас, но когда он замочил в эфире Юлию Латыни, ну помнишь этот поединок, да, это все тоже торжествовали, как такой суррогат, ну вот мы еще раз Россию, уже решающий бой, и мы в нем выиграли, как бы, но это тоже суррогаты, это... Это позорище, это когда у людей нет чувства вкуса, нет чувства меры, и должна быть этика войны, эстетика войны, нельзя какие вещи делать, нельзя, если вы, называете перемогой, что попало, понимаешь, то и вы, что попало тогда, потому что нельзя, нельзя разменивать такие понятия, нельзя их стирать, приравнивать войну, до футбольного матча. Это как, это как я помню, знаешь, Гриша, тут украинский канал, и они в начале войны, собственно, ввели такую новую рубрику, в своем вещании, там, музычный фронт, музыкальный фронт, я помню, что ты был возмущен, вообще, вот такой терминологией. Ну, это просто гадство, вот я не знаю, у меня в детстве так говорят, гадство какое-то, потому что во дворе, вот это гадство во дворе, это насрать просто, и любоваться тем, что ты сделал. Соберитесь с мыслями, люди, я вообще-то записал ролик на эту тему, у меня завтра будет, по поводу футбола, и всех этих восторгов, перемога, мы перемогли футбол, переможем его винить, да пошли вы, знаете куда. Я футбол вообще сейчас не смотрю, потому что мне не до футбола, я не осуждаю тех, кто смотрит, но мне эмоций не хватает на переживания еще по поводу спорта. Ну, смотрите, ради бога, хоть что. Вопрос в том, как вы на это реагируете. Айдер, у нас пару минут еще остается, я хотел тебя спросить, давай суммируем, мы с тобой регулярно вот эту тему касаемся, твой анализ того, насколько Европа, так называемый коллективный запад, ужасный термин, его не существует, но тем не менее, США, страны НАТО, готовы вот встретить, скажем так, ответить блефу и не блефу Путина и Ким Чен Ына, их миллионными производством совместных этих артиллерийских снарядов в России уже до 4,5 миллиона может производить, Ким может подкидывать пару миллионов в год, а вот насколько готов и хочет этого Запада, может быть, в контексте предстоящего саммита НАТО, что ты от него ожидаешь, новый генсек там будет, очень хороший, давний друг Украины, Марк Рютте. Давный Столтенберг нормальный был, который есть сейчас. Я думаю, что просто будет принято решение о том, что снарядов в Европе и в Америке будет производиться в разы больше. Это уже очевидно, тут вообще не надо ничего знать, да, ну вот, я думаю, что Запад этот вызов примит, и что Запад отреагирует наконец адекватно. И вот это тоже плюс от визита к этому Киму, что все-таки ось зла создалась, да, вот прям ее видно. Тегеран, значит, Пхеньян, Москва, и плюс Китай, который стоит за спиной, да, вот, и сейчас проиграть эту войну для Запада смерти подобно стратегически, и кто бы там ни был, ну, Западу придется реагировать. Вот как вот, они не хотят с Путиным воевать, а придется все равно, так или иначе, а воевать с ним придется. Таким образом, там, гибридным, каким угодно. Он вас в покое, никого не, и нас тем более не оставит, и никого не оставит. Поэтому, ну, все понятно. С этим анализом, я боюсь, что не поспорю, как бы я не хотел. Спасибо огромное, Айдер, за эту беседу, друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Айдера Муждабаева. Дякую, дружи. Сау, Белгас. Спасибо.